Друзья мои, всем пламенный привет из осенней Самары. Как быстро пожелтело все, красота неимоверная. И я немножко хрипом голосом выхожу с вами на связь. О, листва кругом шуршит все под ногами. И, главное, чистое небо, чистейшее. Погода стоит шикарная. Какие новости, ребята? Особо никаких. Два дня, честно скажу, не проводила занятия онлайн, потому что очень сильно засопела. Ну, все мои родители с пониманием отнеслись. Кто-то даже с радостью, девчонки. Потому что, скажу вам честно, это большой напряг с детьми сидеть за компьютером, в камеру смотреть. Поэтому многие мамочки даже рады, что было просто домашнее задание. Но сегодня уже и я ничего. Вроде как в форме. Хотя по голосу вам понятно, что еще не то, что надо. С доченькой собрались пойти погулять. Жду ее. Пойдем сейчас сходим. Если честно, хотим пойти купить каких-нибудь фруктиков. Потому что, ну, та еда, которую нам дают хорошая, все, ну, одно и то же однообразная. Каша, вермишель. Хочется фруктов. Пока сезон. В пятерочке все какое-то, девчонки. Ну, не скажу прямо, не очень до души. То твердая, то дубовая совсем. Пойдем по магазинчикам походим. Субтитры сделал DimaTorzok. Друзья мои, всем еще раз привет. Привет. Сижу во дворе здесь, такие две скамеечки, жду своих детей. Сегодня у сына курсы по физике, я в ожидании, они пошли туда, за дворами. Здесь видно общежитие и корпуса университета, я жду. Что хочу вам рассказать, какие новости, какие события, ребята. Ну, если честно, сегодня, завтра, а может послезавтра, я уже избилась даже в этих датах. Отмечается наш профессиональный праздник. День учителя. Такой в этом году он безрадостный, девочки, мальчики. Такой какой-то он не особо понятный. Но все-таки, если меня смотрят учителя, я поздравляю всех с этим праздником. И сама себя поздравляю, что я осталась в профессии еще на какое-то время. Скажу вам честно, почему. Потому что в этом году девочки, как сердце чувствовало, Таня подала на перерасчет пенсии. А вернее, точнее, уволилась совсем. Уволилась, хочу вам признаться, не хотела выходить. Не хотела. Когда мы уже подъехали к Самаре, я на 90% была уверена, что я в школу не выйду. Но так легла карта. Так получилось. Не знаю, кого была дарить за это. Что я опять вернулась в профессию. После 35 лет хотела я все-таки уйти. Устала девочке. Наверное, может быть, не столько от профессии самой, сколько от того, что творится в образовании, от того, что происходит в нашей жизни. Но теперь все равно я с детками. Этот год, надеюсь, доживу благополучно. Мы проучимся на дистанте. Иного варианта пока я не вижу. Так что вот такие у меня разговоры. Кругом гуляет молодежь, много не скажешь. Поэтому, если еще будет минутка, расскажу вам что-нибудь дальше. А дальше выходные. Сегодня пятница. Слава Богу, еще неделька одна пролетела. Девочки, заболели. Выбираем. Вы будете смеяться. Мед. Какого только нет. И цены. Соответственно. Ой-ой-ой. Выбрали вот такой. Самый маленький. Иваново пасека. Горный какой-то. А Витино пасека. Где-то там далеко. Хрюкаю носом. Хрюкаю. Сейчас иду. О, захотелось, девочки. Лучше бы не смотрели. Помидоров и огурчиков. А дома свои ждут. Ой-ой-ой. Большой выбор. Но цены, конечно, завораживающие. Что взяли. Покажу. Дочь захотела. Налюбери, дочь. Камешончики. И мед. Все покупки. Хлеба сейчас еще надо взять. Хлеба и все. И уходим. Не расстраиваемся. Надеюсь, свои ручки нас дождутся. Мечты-мечты. Ребят, красавчик. Друзья мои, дождались мы сына. Даже уже доехали в свой район. Забежали за батончиком. И идем домой. Самара тоже засыпать будет скоро. Хотя на часах только полвосьмого по Самаре. Замерзли. Девочки, похолодало у нас. Но ничего. На этом будем прощаться. Ставлю вам кадры рисунков. Как мои дети меня от души поздравили с праздником. Очень приятно. Одна девочка так вообще нарисовала прямо мой портрет. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok